Рада приветствовать вас на своем канале. Очень часто задают вопросы в комментариях, я смотрю, как можно шапочку-шлем оформить еще какими зверечками. Вот сегодня я вам хочу показать вот такую замечательную шапочку-шлем, которую я связала для мальчика на обхват головы 52 см. Вот, в принципе, такую шапочку можно сделать и для девочки. Я считаю, что данная шапочка-шлем является унисекс. И у меня на канале, если вы обратили внимание, кто уже давно подписан и следит за моими видео, то есть шапочка-мышка, которую мы вязали в прошлом году. Вот, также есть шапочка-лисичка. И вот под любой из этих, скажем, видов вы сможете связать основку. Я не заостряла внимания на основке вывязывания. Данную шапочку-шлем я вязала из Ализела на Голд Классик. Здесь 240 метров в 100 граммах ушло ровно один моточек. Для вязания основки шапочки-шлема и вывязывания вот таких ушек. Вот, я вязала по принципу вязания шапочки-мышки в одну ниточку. Вот, и далее оформила двумя кружками, состоящих из двух цветов, столбиками с накидом. Вот такие глазки и два кружочка, в которые я провязывала также столбики с накидом один ряд. Это просто вот такие вот, как бы, зрачки. Далее я сделала цепочку из воздушных петелек на 7-8 петель. И далее провязывала столбики, постепенно уменьшая их количество. И дошла до вот такого, скажем, минимума уголка. Который потом обвязала столбиками без накида по кругу. И получился вот такой носик. Далее я вывязывала ушки с помощью 4-х столбиков без накида. И делала прибавления лишь только из, скажем так, соображений, чтобы получился треугольник по бокам. Вот, затем провязала два ряда просто без прибавления. И у меня получились вот такие ушки, на которых я в дальнейшем сделала узелочки-кисточки. С помощью протягивания нескольких ниточек в уголки. Вот, и получилась вот такая замечательная шапочка. Я думаю, что мастер-класс по данной шапочке делать не стоит. Так как здесь очень все просто. Вы вяжете, включаете видео вязание шлема шапочки-шлема-мышки, которая есть на моем канале. Я оставлю ссылочку на данное видео под этим видео, ниже смотрите в описании. А далее вы вывязываете два кружочка, состоящих из двух цветов. Делаете зрачки, треугольничек и два треугольничка столбиками без накида. Это ушки. Я думаю, что здесь вы самостоятельно справитесь. Вот такая, как одна из идеек я вам показала для оформления шапочки-шлема. Это для тех, кто спрашивал. На данную шапочку, повторяюсь, уходит всего один моточек. Вот, при этом не нужно будет вывязывать отдельно шарфик. Постоянно шейка будет в тепле, закрытая. Ушки будут закрыты. Для тех, кто хочет шапочку поплотнее, можете вязать в две нити потоньше, либо же сделать подклад. Я подклады обычно не делаю. Я беру флисовые, скажем, кружочки вырезаю, которые пришиваю с внутренней стороны. Сейчас я этого не делала, так как меня попросили связать шапочку на осень. Вот, поэтому для тех, кто хочет шапочку потеплее, соответственно, можете ее утеплить такими двумя способами. Я надеюсь, что вам понравилось, было интересно. И обязательно переходите по ссылочке, вяжите шапочку-шлем вместе со мной, оформляйте ее на свой вкус. И не забывайте подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Конечно же, ставьте галочку, чтобы получать оповещение о выходящих новых видео на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек и пока-пока!